Был первый этап лица универсиады, когда мы отбирали первых лиц, потом был второй этап, который мы отбирали в Китае, сейчас это третий заключительный, когда мы уже отбираем то количество, это будет 250 красивых девушек и высоких красивых ребят, которые будут непосредственно наградной группой и соответственно будут появляться только в те моменты, когда у спортсмена самая большая радость получения медали. Действительно, это одна из самых сложных работ именно волонтерских, потому что ребята мало того, что должны быть подготовлены очень серьезно, в Китае подготовка шла два месяца и мы также будем на протяжении двух месяцев подготовить ребят, это начиная от походки, не побоюсь этого слова, строевой, заканчивая, как они держат голову и так далее, как они выносят и конечно же выносливость, потому что многие из наградных групп находятся особенно на открытом воздухе часами. Именно в неподвижном состоянии, чтобы награждать непосредственно уже спортсменов. Поэтому, конечно же, здесь будет и физическая подготовка, и моральная, и подготовка непосредственно, как должна себя вести наградная группа. В общем, целый спектр больших задач, которые ребята ожидают. Вообще впечатления очень яркие, потому что ребята все очень открытые, мотивирует, конечно, то, что они хотят участвовать и пробуют себя во многих конкурсах. Многие из ребят говорили о том, что они готовы пройти все испытания, они готовы испытать себя в 2013 году и проходить бесконечные тренинги на объектах универсиады. То есть мы сегодня спрашиваем, насколько вообще понимаете, куда вы, собственно говоря, себя сегодня презентуете, в какой проект. Вот это очень, конечно, впечатляет. Значит, лица универсиады, это прежде всего наградная группа, то, конечно же, хорошие претенденты, и есть абсолютно стопроцентные претенденты, которые уже точно войдут в эту группу. И это и мальчики, и девочки. Это не просто с такими модельными параметрами, которые требуются здесь, конечно же, обязательно, но это еще очень интересные личности, которые имеют и лица открытые, обаятельные, но кроме всего прочего еще и интеллектуальные. И это вот очень хорошо. Я считаю, что я обязана участвовать в подготовке столь важного события для своего города в университете с 2013. И почему именно направление как награждение, потому что у меня имеется опыт. Университет — это что-то такое масштабное, грандиозное, такой прям мегапроект, можно сказать. Ну, разумеется, приятно осознавать то, что ты непосредственно как-то связан с этим проектом. Я считаю, что это просто клево на духовном, на каком-то моральном уровне как-то иметь отношение к этому. В институте, так как я считаю, что образованный человек в Университете, хочу стать инженерным. Я желаю каждый день свою жизнь. Он очень распорядочный. Нужно быть готовым ко всему. И, наверное, вот эти сложности, которые встают на нашем пути, это всегда опыт, его нужно принимать таким, какой он есть, и извлекать, конечно, все полезные свойства из этого. То есть улучшать себя таким образом, брать всё.